всем доброго дня купил автомобиль бмв 30 серии f30 с двигателем полтора литра избитая тема конечно но я искал видео отзывы именно про полторашний двигатель 136 лошадиных сил я не смог найти ни одного видео отзыва и вот именно с этим полторашним двигателем их почему-то мало снимает нашел одно лишь видео мужчин снимает как он проехал 60 тысяч и говоришь что это хорошая машина проблем нет ну 60 тысяч сами понимаете это не серьезно в общем купил машину за 930 тысяч рублей 2016 года пробег тут 122 тысячи от одного хозяина машина обслуживалась у официального дилера на самом деле хотел купить автомобиль mazda 6 с двигателем 2 и 5 я искал до 900 тысяч рублей я не нашел нормальных вариантов если появляются нормальные варианты такие были в нижнем новгороде появлялся вариант стоил машины 930 тысяч рублей от второго владельца как только ценник поставили 900 тысяч сразу же пропал появился вот такой вариант по объявлению в авито 930 тысяч я что-то удивился я подумал может машина какая-то кривая мошенники и так далее но в итоге нет поехал в саранск купил за 930 тысяч рублей какие договаривался по телефону с владельцем есть косяки но начнем по порядку в общем кого интересует достаточно динамики для этого автомобиля полторашний двигатель turbo я меняет вопрос больше всего интересовал хватит ли мне мощности не буду лезть как старик на самом деле тут знаете конечно у каждого свои требования и по мощности по разгону я как владелец посаду b7 с двигателем 18 turbo на механике я скажу что после того как пересел спасат на это автомобиль я себя ущербно не чувствую машина достаточно резво разгоняется да она с места очень тупая она с места разгоняется еле-еле на первой передаче но когда ты едешь ходом разгоняешься на трассе там или по городу даже чуть-чуть нажимаешь на газа она прям очень хорошо подхватывает снизу и это очень хорошо мне лично это понравилось ущербно в себя точно не чувствуешь по поводу того что три цилиндра есть чуть-чуть такое чувство как будто автомобиль дизелит как будто ты сидишь на дизельном автомобиль особенно по утрам по утрам завел машину колбасит айда ушел ну буквально наверно первую минуту потом вроде все становится тихо вот когда ездишь абсолютно не чувствуется что у тебя там три цилиндра они четыре это заметить вообще ну я не знаю может какие-то профессионалы я лично этого не замечаю что у меня под капотом три цилиндра коробка тут такая же восьмиступенчатая вот видите сзади один глушитель место 2 есть полторашний двигатель спасибо вот авторевизор кириллу они сняли прикольное видео и вот они мне сказали как раз таки пару слов и про трехцилиндровый двигатель f30 все еще можно пойти и купить в неплохом состоянии да возможно это будет автомобиль с тремя цилиндрами но если кто-то говорит что вам этого не хватит значит он просто никогда не сидел за рулем бмв и не ездил на этом моторе потому что мощность ничто без контроля над ним машин не битая не крашеная родной краски но как я уже говорил есть косяки но в общем впечатление приятные от автомобиля ездит едет она достаточно бодро но я как уже говорил с места когда трогается чувствуется что тяжело трогается кто хотел услышать впечатление от автомобиля ну это наверное все сейчас я расскажу какие косяки были у этого автомобиля что тут нужно делать что я уже сделал за этой за эти две недели ну и буду рассказывать по каким ценам я все это покупал и так далее нашел прохожего оператора начнем по косякам во первых тут была трещина на лобовом стекле она была вот отсюда досюда я поменял лобовое стекло компании бенсон поставил тут рот на родное стекло компании пилкингтон пилкингтон кстати стоит тоже недорого в районе 11 тысяч рублей вот это стекло мне обошлось в 5000 рублей и 2500 установка почему решил это стекло поставить потому что это было в наличии хотел поставить быстрее потому что у нас татарстане машина на учет не после 10 у тебя есть трещина на лобовом стекле вот поэтому быстрей быстрее поменял стекло ну и поставил машину на учет кстати поставить машину на учет я не знаю как других регионах я приехал в Одиннадцать часов в ГАИ. Уехал оттуда только полвосьмого вечера. Ладно, давайте по косякам дальше пошли. Радиаторы. Машина трассовая. Смотрите, радиаторы в каком состоянии. Они чуть-чуть подбитые. Я не знаю, либо я эти радиаторы менять буду, либо, не знаю, выравниваю. Ну ладно, это полбеды. А вот сейчас посмотрите вот этот радиатор. Смотрите, до какого состояния он забит. Этот радиатор, я не знаю, возможно менять опять же. Возможно как-то промывать, чистить, если его получится промыть. Там даже камушек торчит. Кстати, вот в этом радиаторе торчала птичка у меня. Птичку отмыли на автомойке. У BMW, мы знаем, вот такая вот есть полоска. Бампер как бы отделяется от капота. Вот эту полоску очень сильно видно на белых машинах. На белых серебристых светлых тонах. И поэтому, чтобы это все в глаза не бросалось, я хотел купить именно темную машину. Ну ладно, давайте дальше продолжим по косякам. Есть сколы по козову. Скол на заднем крыле, левом. Скол на переднем правом крыле. Вот он. Потом. Видим оптику у нас такая пожелтевшая уже. Бампер у нас матовый. Как я уже говорил, пробег трассовый. В автомобиле. Много сколов по капоту, по бамперу. Зеркало тоже матовое. В общем, я эту машину буду полировать. Машина была чуть грязная. Я ходил тряпкой, протирал, смотрел вроде бы. Но не увидел вот момент. Вот тут есть чуть-чуть мятинка на крыше. Тут нужно менять тормозные диски. Они подъедены так неплохо. Тут до сих пор стоят тормозные диски родные. Потом колесные диски. Они вроде бы состояние у них неплохое. Но тут видно налет. Почистить их надо. помыть, отмыть нужно. Потом из косяков. Тут нужно менять резину. Резина тоже стоит родная. Пирелли. Посмотрите, в каком она состоянии. Она уже все конченая. Резину в общем нужно менять. Сразу же нужно менять массу двигателя. машина проехала уже 11 тысяч. И масса в коробке. Масса в коробке ни разу не меняли. Тоже по затратам. Возможно, попозже сниму видео. И скажу, сколько чего будет стоить. Потом. По ходовке машина в принципе целая. Она не дребезжит. Все вроде плотно. Нормально едет. Из косяков вроде бы все. По салону. Вот такой вот салон в автомобиле. Сиденья тут тряпичные. Простая комплектация. Вот в таком состоянии находятся педали. Коврики тут не оригинальные стоят. Владелец сказал, что у него есть оригинальные и летние, и зимние. И отправит он мне с деком. Ну в общем все. Я думаю еще одно видео сниму. Какие затраты понесу после замены масла, колес. Но в принципе больше затрат не должно быть. Надеюсь. Пока. вот она новая резина за 8500. пара 8500.